Что такое акции и почему их покупают, почему это выгоднее, чем вклад в банки в длительной перспективе. Смотрите, акции это доля в собственности компании. Что такое компания? Компания это коммерческая структура, которая получает прибыль и которая работает для того, чтобы получать прибыль. Единственной ее целью является получение прибыли. Для чего работает компания? Для того, чтобы получать прибыль, которая выше, чем альтернативные какие-то доходы, например, вклад в банки. Именно поэтому вся деятельность компании направлена на то, чтобы получать доходность выше, чем доходность по банковскому депозиту. И если вы спросите у любого американца, то он скажет, что конечно же надо вкладывать в фондовый рынок, конечно же надо вкладывать в акции. Потому что акции растут быстрее всего и они приведут пример, что там за последние 50 лет акции выросли в 50 тысяч раз. А деньги при этом не выросли. Деньги на депозите, ну у них по крайней мере приносят 0% доходности, поэтому это вообще не интересно. Что такое акция по своей сути? По своей сути акция это доля в бизнесе, очень маленькая доля. И если вы покупаете одну акцию, то вы становитесь совладельцем бизнеса. Ну смотрите, если кто-то считает, что банкиры очень богатые люди, и почему бы не стать банкиром? Но для того, чтобы стать банкиром надо зарегистрировать банк и получать вот эту самую прибыль. Потому что чем занимается банк? Банк берет деньги у клиентов, бесплатно, у лохов, так скажем, которые хранят деньги в банке или на депозите под минимальные проценты. И отдает им эти деньги, ну другим людям, кому-то, своим клиентам, которые берут кредиты, самые бедные берут кредиты под самые высокие проценты. Всегда это там 30-40% на данный момент в России. И те, кто богатые, берут деньги под минимальные проценты, компании всякие и так далее. И в результате богатые становятся богаче, бедные беднее. Но если вы хотите не быть бедным, то берите, пожалуйста, акции, становитесь совладельцем банка и становитесь богаче, и не будьте лохом. Вот такая ситуация. Это по поводу банка. Но если вы бедный человек, то, конечно же, вы не можете купить целиком банк, вы не можете его основать. Но, с другой стороны, вы можете стать совладельцем этого банка и получать долю от той прибыли, которую банк получает от лоха, в котором вы еще недавно были. Ну, это в качестве примера. Или, например, вы решили, что самый выгодный бизнес сейчас – это добыча нефти. Ну, конечно же, у вас нет денег ни на покупку буровых установок, ни на покупку лицензии даже для того, чтобы эту нефть добывать. И вообще ни на что нет денег. Но вы можете в результате совершенно спокойно стать совладельцем нефтяной компании, купив акции, скажем, нефтедобывающей компании. Ну, а куда денет нефть? Это нефтедобывающая компания, она никуда не денется, она ее пустит по трубам. И на самом деле самый выгодный бизнес – это транспортировка нефти, скажете вы. И для того, чтобы транспортировать нефть, вы должны построить нефтепроводы. Сеть целую. У вас нет денег, и вы можете купить, соответственно, акции нефти компании, которые занимаются добычей, в смысле транспортировкой нефти. И таких примеров может быть много. В любой области экономики, конечно же, есть прибыльные компании, и вы можете стать частью этой компании. Каким образом получается доход от акций? Ну, смотрите, компания работает, получает прибыль. Прибыль – это прибыль к чему ведет? К тому, что компания становится больше, компания крупнее, компания развивает бизнес, компания вкладывает эти деньги в бизнес, бизнес расширяется, а количество акций не меняется. Вот в чем дело. И поэтому, значит, на одну акцию приходится больше средств, больше капиталов, и поэтому акции растут в цене. Их можно купить, а потом через какое-то время продать. Кроме того, компания имеет возможность распределять часть прибыли в качестве дивидендов, если это решит общее собрание акционеров, и тогда акционеры, все акционеры получают прибыль в виде дивидендов. Вот кратенько о том, почему акции надо покупать и почему акциям это выгодно.